Увидев название слова Note, у всех появляются ассоциации с сами знаете каким брендом. Но вот Asus решила разрушить эту монополию на гигантофоны со стилусами и выпустила свой Asus PhonePad Note FHD 6. Как отреагируют покупатели, заранее никто сказать не может. Но я думаю все согласятся, что заявка более чем амбициозная. И вот у меня в руках новый планшет-офон от Asus. И первое впечатление, а это точно телефон, потому что выглядит он как уменьшенный планшет. Собран он отлично, ничего не скрипит, по крайней мере черная разновидность. У белого Note металлическая рамка вдоль корпуса серебристая, поэтому более заметна. Но если повернуть его вот так, то она даже скрывает лишние миллиметры. А их планшет-офон себе явно нагулял к зиме. Черный выглядит симпатичнее. У него задняя панель не глянцевая, а из черного софт-тач пластика. Но впрочем, дело вкуса. Кнопок управления всего две, и обе они на правом торце. Сверху кнопка включения-выключения, ниже качелька регулировки громкости. Если до громкости пальцы еще дотягиваются, то до кнопки включения просто так уже не добраться. А левой рукой нажимать на кнопку на правом торце, скажем так, не очень удобно. В черном варианте, благодаря покрытию софт-тач, рука не проскальзывает, в отличие от белого, с глянцевым скользким пластиком. На левом торце под пластиковой панелькой расположилось два слота под карту памяти microSD и microSIM. Просто скромно, но работает. На верхней грани разместили разъем для наушников, а снизу microUSB. На лицевой стороне, кроме гигантского экрана, есть фронтальная камера, датчики освещенности и приближения. И два динамика сверху и снизу. Задняя панель несъемная. Здесь объектив камеры и два значка брендов Asus и Intel. А вот без вспышки решили обойтись, видимо, надеясь на программные возможности и качество камеры. Дисплей большой, а как для смартфона просто гигантский. 6 дюймов счастья с разрешением Full HD, которое удовлетворит любителей смотреть фильмы на своих планшетах фонах. Кроме того, применена матрица Super IPS Plus, благодаря которой картинка остается очень яркой и насыщенной при практически любых углах обзора. Так что устройство отлично подойдет для привередливых к цвету пользователей. А если уж возникнут какие-то претензии, то программа Splendid позволит настроить не только яркость дисплея, но и цветовую температуру и насыщенность. Тут уже никто не скажет, слишком много холодных цветов или недостаток синего все портит. В течение трех минут дисплей настраивается так, как только душа пожелает. Ну а теперь об основной фиче смартфона, той самой, которая позволяет ему носить гордое имя Note. Для начала при вытаскивании стилуса автоматически активируется приложение заметок Super Note. Так что если нужно записать срочно какую-то информацию, он под Note к вашим услугам. В самом приложении Super Note можно создавать заметки разных типов. Есть списки, встречи и записи дневника. Заметки группируются в блокноты, так что ваши списки покупок и домашние дела будут храниться отдельно от рабочего расписания. Со стилусом связана еще куча разных функций. Например, можно выделить заинтересовавший кусочек картинки в браузере и сохранить. Или сделать скриншот экрана, на котором отметить что-то или нарисовать. Жаль только при работе со стилусом смартфон напрягается настолько, что начинает притормаживать. Проблема, скорее всего, программного характера и она решится в финальных прошивках. Планшетофон работает под управлением операционной системы Android 4.2, в которой уже установлен набор программ от Asus. Про SuperNote мы уже говорили. Кроме нее есть Story, отличная утилита для создания фотоальбонов. А также AOLINK, программа для передачи файлов по локальной сети. Загрузка фильма, пересылка фотографий на компьютер. Все это происходит быстро и без проблем. А вот 8-мегапиксельная камера оставила только приятные впечатления. Снимки получаются яркими и насыщенными с правильной экспозицией. Есть возможность регулировать основные параметры съемки, выставлять вручную баланс белого, значение ISO и регулировать экспозицию. Специальные эффекты добавляются одной кнопкой. Также выбираются и программные режимы. Панорама, поиск улыбок, HDR и даже вырезание нежелательного объекта. По части производительности к фон под ноут претензий нет никаких. Результаты тестов говорят сами за себя, а 3DMark даже вежливо поинтересовался, в чем секрет таких высоких результатов. Но мы-то знаем в процессоре Intel Atom Z 2580 с тактовой частотой 2 ГГц и графическом акселераторе PowerVR SGX 544MP. Real Racing работает просто отлично. Тем более, очень удобно управлять из-за больших размеров планшета фона. Правда, есть и нюанс. Температура. При длительной и серьезной нагрузке планшета фон греется. Осенью, конечно, погреть руки не помешает, но все-таки не на смартфоне. Куда лучше для этих целей подойдет чашечка чая. Несмотря на емкость батареи 3200 мАч, похвалить планшета фон за автономность я не могу. При активном использовании он вряд ли дотянет до вечера. Так что придется или сдерживать себя, или периодически подкамлить боевого товарища. В целом, планшета фон оставил о себе двоякие впечатления. С одной стороны, это не рекордная автономность, нагрев и подвисание при работе со стилусом. С другой, прекрасный большой экран с разрешением Full HD, мощный процессор, достаточный объем памяти и хорошая камера. Сделать однозначный вывод сложно, но Asus HomePad Note, безусловно, заслуживает внимания. С вами был Свят. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. Счастливо!